итак сегодня я хочу показать как я делаю свою ароматную соль основа этой соли адыгейская адыгейская соль это крупная морская соль плюс черный молотый перец и плюс кориандр и плюс молотый калиандр найдем вот он молотый калиандр пропорции я вам не скажу какие немножечко все таки надо на свой вкус и чеснок самое главное когда я первый раз увидела этот рецепт передачи антона зайцева передачи как она называлась то путешествие со вкусом адыгея и вот его там вы показали как это вот соль делают и это у них национальная так это вот чеснок я уже порезала три средненьких таких зубочка можно немножечко побольше здесь у меня килограмм соли я вам сейчас буду делать по ходу дела рассказывать как эту соль готовят в адыгее как ее делаю я для начала мы не будем отступать от оригинального рецепта и за основу берем черный перец черный перец я беру вот таком количестве примерно чайная ложка ну или пол чайной ложки с горкой чтобы не очень острое это было но все таки чтобы перец присутствовал потому что у нас еще затем будет перец в этот раз я положу каенский каенский перец очень полезный я не знаю чем но я не буду грузить вас этими подробностями но вот каенские острые перцы вот эти вот эти перцы их рекомендуют вот немножко перемешали так это чайная ложка у меня для пряности я ее отложу 8 помочь и возьму ложку побольше так положили кориандр в адыгее каждая хозяйка имеет свой фирменный рецепт и каждая молодая девушка должна тоже что-то свое привнести вот мы его тоже возьмем вот столько это довольно много он очень интенсивным и по вкусу и по аромату поэтому с ним лучше не переборщить и так каждая дегейская девушка должна иметь тоже свой какой-то фирменный рецепт у них даже бывает и соревнуются у кого лучше во всех кафе и ресторанах столовых адыгее на столе стоит адыгейской вот сейчас уже идет аромат кориандра и это очень очень даже неплохо вот мы все перемешали и какие комочки если есть мы их раздавливаем ложкой вот таким образом так и сколько у меня было уже разных всяких терок чеснока вот я остановилась на этой выписала я ее с алиэкспресс и самая удобная для меня оказалась терочка работай работаем мы с него так все все мы потерли вот и алиэкспресс чем она хороша тем что у нас чесноком чеснок как вы сами знаете многие знают он защищает от вируса особенно в зимнее время после такой соли она остается в закрытой банке очень долго ароматно вот все пусто видно да теперь мы все что вы довели заберем она очень долго остается ароматной но когда что-то ешь с этой соли ты кушаешь будто бы с чесноком но от тебя потом чесноком не пахнет вот почему вот у многих проблемы многие любят но кушать его бояться в эту приправу в эту соль чеснок идет только свежая никакой замены и так готова теперь вытаскиваем все ложки и вот руками начинаем видите у нас такая кажется мы ду кажется вот так вот начинаем эту соль втирать подготовленную вот никакого сухого чеснока но можно но это уже у вас будет не адыгейская соль вот сейчас в данный момент у меня соль уже адыгейская я бы еще наверно чесночка положила но поверьте уже пахнет очень очень сильно чесноком и вот так вот все мы перетираем хорошенечко там где останутся какие-то комочки чеснока не растертые они засыхают и образуются тоже такие вот комочки булавочную голову этого не нужно бояться все равно все разойдется если вы досолите суп там или еще что-то посолите вот пожалуйста каю вот у нас получилась масса сокучая сейчас мне нужно сколоснуть руки и затем мы продолжим эту соль совершенствовать вот она же сама по себе вкусная и вот это вот настоящая адыгейская соль может быть я немножко не угадала с пропорцией но вот это основа итак продолжим возьмем сейчас красную молотую паприку она у нас обычная не копченая мы ее возьмем для цвета вот так адыгейцы уверена что соль пикачо и кроме вкусовых качеств и она еще и очень полезна очень скоро сванская соль и грузины гордятся и по праву и не знаю чья была бы наверное лучше но я их сванская соль на основе их пряности мне же как-то доступнее ближе то что у меня в магазине на основе адыгейской соли адыгейцы уверены что это соль еще и вот видите уже розоватая получается что это соль еще и полезное для здоровья очень так чтобы я не путала ложки таким образом поступим значит так все что мы использовали мы будем обирать убирать обратно с глаз долой вот это каленский перец у меня его немножко осталось совсем это я как-то боюсь его весь укладывать хотя принципе на килограмм то пойдет вот я пересыпала его баночку а это вот остатки вот адыгейцы уверены что это соль лечебная она помогает оставаться чистыми сосудами эластичные стеночки иметь мы эту соль едим уже очень давно уже 10 лет я ее впервые попробовала меня угостила приятельница когда я была в москве она приезжал к нам и привезла в подарок два пакета вот когда у меня это соль кончилась я что-то загрустила вот и как раз то ли уже передачи это подвернулся антоши этот русский негр наш то ли сама что-то я сохранила и дай-ка я сделаю сделала и теперь мы едим только ее потому что вот этот обычная соль она опасная так вот здесь меняем дальше кладем все что нам нравится все что мы считаем полезным и нужным ой я сейчас наверно чихать начну мне так это у нас молотый имбирь потому что кладем кладем только сухие потому что чеснок в соли сохнет он уже весь распределился у нас уже соль получилась чесночная а вот трава нет так а здесь у меня немножко аржики и будем еще немножечко добавлять добавим аржику так молотый лавровый лист я с этой соли готовлю все то есть как основную я беру розовую гималайскую да я закончу мы отказались от этого обыкновенной соли потому что там так маскатный орех потому что в ней очень хорошая добавка которую вредная для здоровья и как же она и и как-то называть но у меня блоге есть тема соли я вам ссылочка поставлю почитайте как раз на сосуду плохо действует мы отказались от этой соли покупаем морскую покупаем каменную соль и розовую гималайскую не так это дорого не так это все недоступно и так вот здесь у меня сухой орегано укропчиком у меня сейчас нет но он у меня есть в другом другой смесь которую я делаю сама базе лук сухой мы его тоже добавим вот траву можно добавлять двойно щедро затем майоран вот и вот я постоянно делаю еще вот так вот сама ароматную соль очень вкусно посолить хлеб с маслом полезный помидор, салат из сверху овощей, яйцо, яичницу, солю розовый, досаливаю это. Итак, вот здесь у меня смесь, которую я сделала сама. Она очень сильная на ароматы и состоит из сухого розмарина, из зерен фенхеля, из буршистого перца и можжевельника. Растираю все это в ступки и тоже, куда мне нравится, куда мне хочется, куда я добавляю. А это вот у нас, а это вот у нас коре, острая, ароматная. Так, но вот теперь в нашей соли есть все, что только можно. И из розовой, она сейчас у нас будет превращаться уже вот такого цвета состояния. Вот так, все. У нас соль готова. Как видите, это очень просто. Вот этой соли мне хватает практически на два месяца на нашу семью, при готовке, там еще что-то. Но, как правило, я где-то оставляю себе грамм 700 и затем остатки, они у меня уходят как в угощение кого-то, угостить в баночку. Такую соль нужно обязательно держать под крышкой, чтобы она не выдохлась, не потеряла аромата. Так как эта соль наша теперь уже готова, мы теперь ее должны закрыть и закрыть крышкой или, как я делаю, лучше всего в целлофановый пакет и оставить на сутки. За сутки примерно два раза перемешать ложки, как следует. Она просыхает, она немножечко просыхает, она не будет стрессовываться. И так вот, да, эту плохую добавку в обычную поваренную соль добавляли. Если бы вы знали только для чего, я когда прочитала, так удивилась, что ну надо же вот пихать, это какая-то кровь, сбоин, плюс какие-то остатки от производства из стали реактивных этих. И вот какой-то там сплав этот добавляется для того, чтобы соль, а у нее есть свойство, вот видите, готово. Мы вот это оставили, и я, скорее всего, вынесу ее на балкон, потому что очень сильно она пахнет в квартире. И завтра ее можно будет уже пересыпать в банку или там еще в какие-то баночки порционные, может быть, кого-то угоститься хотите, поделиться с кем-то. Вот. И эту добавку, поваренную соль, добавляют для того, чтобы она имела товарный вид. То есть соль имеет такое свойство впитывать влагу, даже в герметически упакованном пакете может что-то остается. Она спрессовывается, комки непрезентабельно выглядят. И вот только ради того, чтобы она хорошо выглядела, мы вот эту вот добавку и употребляем. Вы можете проверить мои слова. Я напишу, какая это добавка. Можете сами почитать о ней. Вот. И я вам скажу, у нас с сосудами ни с кем проблем нет. Я довольно часто хожу по врачам. Мне приходится и все эти мои сосуды. И все это у меня уже все под контролем. И все чисто, все нормально с ними. Я не буду говорить, что, конечно, это только из-за соли. Но, может быть, и... Ой, извиняюсь, тут немножечко толкнула треногу свою. Вот. Итак. На основе адгейской соли, то есть это каменная крупная соль, терпичит свежий чеснок, черный молотый перец и молотый кориандр. Делаем любую ароматную соль. Состав пряностей у вас может быть абсолютно другим. Я довольно много всего положила. А можно всего положить парочку, наверное, пряностей каких-нибудь, какие вы любите. И какую-то сушеную траву, укроп, тот же, петрушку, кто что любит. Вот. И все. У нас изредка ее купить можно. На рынках купить можно. Сванскую соль. Но вот адыгейскую я нигде не видела. И всех, кого я угощаю, все с удовольствием ее берут. И посмотрите, как она дешево обходится. Потому что я когда увидела в этой продаже 200 грамм, 4 евро. Ну, у меня глазки на лоб порезли, конечно. 46 центов. 46 евроцентов стоит у нас пачка такой соли килограммовая. И вот посмотрите, сколько я чего добавила. Я не очень-то дорогая она у меня получилась. Ну, все. Едим такую. Я надеюсь, вам понравился рецепт. Будете тоже готовить такую соль. А я опять забыла поздороваться. Прошу прощения. Здравствуйте всем. Здоровья. И до свидания. Здоровья. Здоровья.